Восемь утра на восточном побережье Америки в студии с новостями Андрей Юлиан. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. В Вашингтоне прошел многотысячный митинг против однополых браков. Во Франции полиция раскрыла планы терактов против церквей. Кабельные операторы Камкеста и Таймворнер Кейбл отказались от слияния. В Северной Каролине памятник экс-губернатору заменят статуей Билли Грэму. Итальянский робот-навигатор для тех, кому за 80. Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. В Вашингтоне прошел многотысячный митинг против однополых браков. Несколько тысяч человек вышли на митинг в Вашингтоне против разрешения однополых браков, передает agency Friends Press. Митинг проходил накануне рассмотрения в Верховном суде США вопроса о разрешении заключать брак однополым парам. На митинге присутствовали религиозные лидеры различных конфессий. «Мы не будем молчать, мы не одиноки», – заявил с трибуны глава католических епископов Иосиф Курц, пишет газета.ру. Во Франции полиция раскрыла планы терактов против церквей. Французская полиция задержала молодого алджирца. При обыске в его доме были найдены доказательства предстоящих терактов в двух церквях в департаменте Вальдемарн, Большой Париж. После терактов, совершенных в начале января, католическая церковь во Франции тесно сотрудничествует с отделом МВД. В настоящее время осуществляется постоянный надзор примерно за двумя стами церквями. Ординарии епархии постоянно контактируют с представителями гражданских властей. Требовать каких-либо дополнительных мер по охране церквей епископы считают излишним. Храмы должны оставаться открытыми для всех, что соответствует самому духу христианства, сообщает CNL News. Антимонопольные организации сорвали сделку крупнейших американских кабельных операторов – Comcast и Time Warner Cable. Компании заявили, что отказывается от слияния из-за негативного отзыва регулятора, который счел, что Comcast в этом случае займет доминирующее положение на рынке широкополосного интернета. Comcast собирался купить своего ближайшего конкурента за 42 миллиарда долларов с учетом долга. Сделка оценивалась в 67 миллиардов долларов. Индустрии кабельного телевидения в США приходится консолидироваться перед лицом растущей конкуренции со стороны спутников ОТВ, сообщают Европейские новости. В Северной Каролине памятник бывшему губернатору заменят статуе Билли Грэму, сообщает телеканал CNL. Палата представителей Северной Каролины утвердила законопроект, в котором говорится о замене статуи бывшего губернатора Чарльза Эйкока в Национальном зале Капитолии на скульптуру евангелиста Билли Грэма. Однако памятник проповеднику не может быть установлен при его жизни, поэтому если законопроект пройдет в Сенат, то Национальная комиссия будет выбирать скульптора, после чего выделит деньги на покрытие расходов. Напомним, что сейчас служителю Билли Грэму 96 лет. Как помочь пожилым людям правильно сориентироваться и не заблудиться в незнакомых обстоятельствах? Добро пожаловать в Музей науки в Тренте, Италия. Команда ученых тестирует робота-навигатора, который способен безопасно провести людей с когнитивными нарушениями в общественных местах, таки как аэропорты и торговые центры. Используя бортовые датчики, ходунки контролируют окружение человека в реальном времени. Сканируя местность, навигатор управляет ходунками, помогая пользователю держаться нужного маршрута. Команда разработчиков делает все возможное, чтобы стоимость ходунков не превышала 2000 евро и стала доступной для большинства, сообщает euronews.com. Радио «Вектор» поздравляет всех наших имененников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 30 апреля 1777 году родился Карп Фридрих Гаусс, величайший математик всех времен, в честь которого названа единица измерения магнитной индукции. В 1883 году родился Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик, создавший роман «Похождение бравого солдата Швейка». В 1967 году родился Филипп Киркоров, эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Сегодня ООН празднует Международный день джаза. Россия – День пожарника, а в Мексике отмечают День ребенка. На этом мы с вами прощаемся. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте radiovector.org. С вами были Андрей Юлиан и Светлана Кейсельман. Всего доброго, до встречи через неделю.